Молдова 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 Не в газе Проблема в цене на газ Но эту проблему Можно решать Если не только на переговорах Где мы там добиваемся Понижения цены Но и тут мы можем решать Если мы серьезно займемся Проблемами энергоэффективности И энергосбережения И об этом я сегодня Хочу поговорить О том что в течение 30 лет Мы ни черта не сделали Чтобы решать эту проблему А проблема действительно Очень серьезная И самое главное Бедная Молдова С нищим населением Не хочет ее решать Ну пусть платят Подумаешь там Тариф сегодня 4 с чем-то на газ Ну будет 8 Или 10 Ну что Население Поднажмется Немножко И выплатят Куда денутся Если захотят жить В тепле И иметь газ А богатые страны Такие как Соединенные Штаты Америки Япония Страны Европейского Союза У которых и деньги вроде бы есть И зарплаты высокие И пенсии высокие Они очень серьезно занимаются Этой проблемой Ну давайте поговорим Об этом Начнем с Японии Реализация программы По энергосбережению В этой стране Привела к тому Чтобы энергоемкость Валового национального продукта Уменьшилась на 35% Вы представляете Это фантастическая цифра Это громаднейшая экономия Но не только Япония Богатая Япония Пошла по этому пути Возьмем Великобританию Тоже не самая бедная страна В мире Прямо скажем Или точнее скажем Богатая страна Великобритания Принимает программу Теплый фронт И с 2002 по 2013 год В рамках вот этой программы Теплый фронт Выделяются субсидии На теплоизоляцию Которыми воспользовались Около двух миллионов Населения Ну скажем Более бедные слои населения Это домохозяйство И энергопотребление У них снизилось Тоже на 35% Вот как цифру я проводил В Японии Но там как бы немножко В другом плане Вы представляете Какая-то громадная экономия Для людей Тоже Как бы поступает же Столько же Но они экономят Экономят И меньше платят Хорватия Национальная программа По энергоэффективности Привела к тому Что Власть Хорватии За энергетику Платежи Власти Уменьшились На 20 миллионов Долларов Тоже Действительно Большое достижение Идем сюда Ближе К социалистическому Лагерю Болгария Пилотный проект Провели в Болгарии Отремонтировали 50 Многоквартирных Домов И что Сбережение Энергии Составило 40-60% То есть В этих домах Стали меньше Потреблять Тепла И в то же время Было тепло Вы представляете Какая это экономия И как это классно Платишь В два раза Меньше А Так же Комфортно Когда ты платил Два раза Больше Германия У них есть проект Называется Пассивный дом Это Дом с малым Потреблением С малым Энергоупотреблением И В этом Доме Практически Нет Поступления Допустим Тепла От каких-то там Теплоцентрали И так далее За счет Внутренних Ресурсов Отапливается Дом Ну я не буду Подробно Рассказывать Вы можете Посмотреть Вот набрать Пассивный дом Германии И посмотреть Сами Идем Снова По Бывшему Соцлагерю Чехия И другие В этих Странах Ну это делается Во всем Мире Но раньше Не делалось Тут И к сожалению Не делается В Молдове Сегодня Введены Введена Обязательная Энергетическая Сертификация То есть Энергетический Паспорт Скажем так В котором Как бы Ну Как подобрать Слово Такая Средняя Температура По дому То есть Измеряется Все Что связано С энергетикой В доме И смотрят Вот это Уязвимое Место Ну допустим Окна Надо решать Эту проблему Тут проблема Стен Тут проблема Потери Тепла При поступлении В дом И так далее И тому подобное И вот по этому Энергетическому Паспорту Или сертификатам Отслеживается Полностью Все что происходит В доме Это не только Жилые дома Это и общественные Здания И так далее И очень интересно Вот Эстония И другие страны Там Если ты продаешь Квартиру Ты должен показать Паспорт Энергетический И он прилагается К документам Если ты сдаешь В аренду Квартиру Или офис Ты тоже должен Показать Этот энергетический Паспорт Но эстонцы Пошли еще дальше Они предполагают С 2022 Года Вести Строить дома Только с нулевым Потреблением Энергии Да Безусловно Эти дома Будут дороже Но и не будет Того страшного Расхода Который Уходит у жителей Домов На тепло И прочее Поэтому Работа Работа В этом направлении Везде ведется И она дает Значительный Эффект А вот в Молдове Совет Безопасности Обсуждает о том Что после зимы Будет Весна Мне казалось Когда президент Объявил Что созывает Совет Безопасности Что на нем Будет Рассмотрена Проблема В целом В комплексе Энергетического Кризиса Ее выход Ну конкретика То что касается Газа Переговоров И так далее Но мы понимаем Что это Сейминутное Что вот В течение Недели-двух Эта проблема Решается Но самое главное Другое Что будет Поставлена Задача Разработать Программу Энергосбережения Чтоб мы В будущем Ну не попадали В такие сложные Ситуации Ведь даже сейчас Заключив это Соглашение По газу Мы не знаем Вот Цены будут Расти Или падать Тарифы уменьшатся Или увеличатся Скептики Говорят Что будут Расти Но оптимисты Говорят Нет Не очень Будут расти А может быть Даже упадут Но вы знаете Очень трудно Просчитать Мировую Конъюнктуру Вот она Вроде бы Падает 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 Помните Как нефть Падала Падала Потом бах И взлетели Цены на нефть Так же и с газом Казалось Что ну нет Все Цены на газ Упадут А они Бах И взлетели А кроме того В мире Неспокойно И мы не знаем Что будет происходить В этих регионах Где добывают Нефть Газ А вдруг Там какие-то Стычки Конфликты Перевороты И так далее И тому подобное Это приведет К росту цен И безусловно Ну такие страны Как Россия Будут пользоваться Этими Повышать цены Это нормально Они выигрывают От этого И мы не должны Вот бежать туда В Кремль Ну пожалуйста Уменьшите нам цену Давно Мы перешли В рыночную экономику Это коммерческий А не политический вопрос Но мы должны Быть защищены И поэтому Нужно Что-то Делать И я думаю Что срочно Нужно действительно Собрать Совет Безопасности И поручить Соответствующим Органам Разработать Программу Энергетической Безопасности Молдовы Энергоэффективности Энергосбережения К этой программе Приложить Дорожную карту Разбитую По годам Чтоб Точно было Понятно Что нужно Делать Нужно Модернизировать Поставщиков Теплоэнергии Там Термокомы Что есть Котельные И прочее Прочее Надо разобраться С теплотрассами Где много уходит Тепла В землю Надо разобраться С этими подвалами В домах Где мы тоже теряем Очень много тепла Ну и надо Продумать Может быть Перевести дома На автономное Отопление Подвести Как бы Трубы Больше Чтоб газа туда Прокачивалась Потому что Не хватает На автономку Сейчас вот этого Диаметра Вот этих труб Которые подведены Счетчики Установить В каждой Квартире И тогда Как бы нормально Но счетчики Кстати есть Газовые В каждой квартире И тогда проблема Будет сама по себе Решена И люди будут Сами думать Как экономить Когда включать Когда выключать Тепло Потому что бывает так Днем тепло А батареи горячие Это тепло Необходимо Да ночью можно Подключить Но может быть В каких-то комнатах Чтобы было тепло А в каких-то на ночь Чтобы не было тепло Ну короче Люди сами должны Решать Необходимо Разработать Вот эти паспорта О которых я говорю Ниже я еще пару слов Об этом скажу Общественных зданий Разобраться С жилым фондом С транспортом Тоже поглощает Очень много Энеритических ресурсов В промышленности С сельским хозяйством То есть это Большая комплексная Программа Это национальный проект Над которым должна Сегодня работать власть И необходимо думать Об альтернативных Источниках О солнечных Электростанциях О ветряках Ветряных Электростанциях О биомассе Использование Ее Кстати Такие проекты В Молдове Реализовались И многие считают Что они были Достаточно Эффективны Я хочу Снова повторить Нужны энергетические Паспорта На все Строения Жилые дома Общественные здания Промышленные Употребляю Такое слово Такое слово Пропаганда На что надо Обращать внимание Почему у нас Или мы будем В течение трех Рано или поздно Я имею ввиду Сегодняшняя власть Рано или поздно Не услышит Эта власть Придет другая Которая Поймут Что надо Сосредоточиться И решать Эту проблему И мы ее Обязательно Решим Я в это Верю На этом мы Эту тему Завершаем До следующей встречи Всего хорошего Продолжение следует